на болотах выборы прошли успешно россияне выбрали свой путь деградации и упадка ну что ж тут поделать это их выбор вот только не надо мне тут разглагольствовать мол мы его не выбирали он сам себя выбрал но ведь вы же ему позволили самого себя выбрать поэтому читай вы его и выбрали если у вас возникает вопрос что мы могли сделать то посмотрите мой предыдущий ролик там показана безотказная схема благодаря навальнятам явка на выборах было 700 процентов путлер настолько был рад и благодарен что в кои-то веке не постеснялся назвать имя того кого никогда не называл кстати говоря вот ну вот я вам скажу это будет так неожиданно за несколько дней до ухода господина вальной жизни мне некоторые коллеги сказали и не сотрудники администрации некоторые там люди сказали что есть идея обменять господина навального на некоторых людей которые находятся в местах лишения свободы в западных странах вы можете мне поверить можете нет человек который со мной говорил еще фразу не закончила я сказал я согласен но к сожалению вот случилось то что случилось только при одном условии то что мы его поменяем и чтобы он не возвращался пускай там сидит вот и все так что навальнята молодцы продолжайте дальше в том же духе и тогда уж точно скоро на россии вы все закончитесь кого-то отправят на фронт в утилизацию ну а кому получится сбежать тот сбежит потому как у меня нет ни секунды сомнения что будет и всеобщая мобилизация и теракты и все как вы любите на чечне вообще проголосовала за путина чуть ли не 99 процентов умора удивляюсь этому народу им ссут в лицо а для них все божья роса на самом деле это просто констатация факта я отнюдь ничему не удивлен навальнята в принципе поступили так как они всегда и поступают ну а путин как всегда нагнул свой быдло стан и теперь у него впереди целых шесть лет чтобы использовать своих рабов как ему вздумается и конечно же чтобы сделать себя вечным царем я думаю ему это не составит труда потому что чем беднее и запуганнее народ тем покорнее и прислужливее он будет когда я вижу такие проценты успеха путина мне вспоминается один политический деятель у которого за неделю до расстрела было тоже чуть ли не сто пятьсот процентов поддержки населения вашему вниманию небольшая ретроспектива чтоб вы увидели схожесть расклада это престарелая пара которую бесцеремонно крутят военные румынский диктатор николай чеушеску и его жена елена после быстрого суда на табуретке их выводят на расстрел желание народа как можно быстрее расстрелять этого диктатора и его всеми ненавистную жену было столь велико что трибунал длился не более трех часов понятно что никакой речи о каких-то правовых нормах здесь вообще не шло весь этот суд был просто формальности был вынесен приговор расстрел и применить его следовало немедленно последним их желанием было чтобы их казнили вместе но вторую просьбу не связывать руки и не унижать отклонили в тот же день 25 декабря восемьдесят девятого года в день католического рождества чету чеушеску расстреляли на территории воинской части мать нации и полноводный дунай разума так это парочка любила чтоб их называли валялись под обшарпанной стеною возле солдатского туалета а над их телами глумились военные ни горбачев не чеушеску не подозревали что в этот день они прощаются навсегда с этого момента обратный отсчет их жизни составлял примерно один год тогда восемьдесят восьмом году чеушеска чувствовал себя триумфатором великим вождем горбачев пытался ему объяснить что уже три года идет перестройка и что нужно принимать решение но чеушеску ни слова не понял из того что говорил ему горбачев нужно было предложить народу какую-то морковку за которой народ как послушный осел войдет в следующее тысячелетие чем в принципе и занимался горбачев но чеушеску как выяснилось был глуп и туп в принципе такими должен быть диктатор как нынешний царь россии путин таким образом чеушеску не сделал никаких выводов ни для себя не для румынии поэтому после встречи с горбачевым он улетел в объятия своей смерти ведь диктатура это можно сказать как синдром болезнь побочный эффект которой это оторванность от реальности он живет и существует в своем выдуманном мире и льет этот мир в лицо своему недалекому народу в целом начало карьеры было весьма неплохим он проявлял себя как вполне себе либеральный политик как и путин на заре своей карьеры начало его карьеры было ознаменованным амнистией 9000 политзаключенных он осуждал вторжение ссср в чехословакию чем заработал благосклонные отношения западных стран в румынии продавали западные книги слушали западные радиостанции а граждане могли спокойно общаться с иностранцами не боясь ареста с чаушеску встречались шарль де голь и ричард никсон более того чаушеску пытался корчить из себя миротворца он предлагал никсону помощь в урегулировании вьетнамской войны это конечно же приносило свои плоды ему открыли доступ к международным финансам и западным технологиям и ему удавалось довольно ловко лавировать между двумя системами однако на каком-то этапе все резко изменилось а изменилось все после того как в семидесятых годах он посетил китай и северную корею видимо он вдохновился этими тоталитарными странами ему там устроили воистину царский прием невероятный кортеж ликующие толпы даже придуманные песни про чаушеску пообщавшись с мао цзэду нам и ким ир сеном чаушеску понял настоящий путь к абсолютной власти это создание собственного культа личности но к его беде он не знал одного что эта дорожка казалось бы ведущая вверх в конце приводит тебя к виселице вернувшись домой в ответ на роскошный прием в пхеньяне чаушеску позаботился чтоб труды коммунистической северокорейской идеологии чучхе были переведены на румынский с этого момента этот либерал стал превращаться в диктатора мало того он не просто создал культ собственной личности а он еще и сам в это свято поверил его женушка в лучших традициях диктатуры стала величать себя матерью нации имея только начальное образование она едва не возглавляла академию наук потом он постепенно начал готовить преемником своего сына нику его ожидала головокружительная карьера великие посты и награды за заслуги чаушеску тоже стал придумывать себе невероятные титулы отец родины гений карпат и полноводный дунай разума на секундочку творец эпохи невиданного обновления и наконец источник нашего света великий вождь и герой героев телевидение старалась снимать всегда чаушеску с определенных ракурсов чтобы не было видно что он небольшого роста а на фотографиях которые находятся у кабинетов чиновников он должен быть всегда обязательно молодым полки книжных магазинов ломились от книг о чаушеску и от монографии самого чаушеску где румыния называлась наследницей древнего рима ну а если так то не сложно догадаться кем себя возомнил диктатор чаушеску ну в общем как говорится чаушеску понесло он стал затевать мегастройки просто гигантских масштабов и абсолютно бессмысленные сносил бульдозерами подчистую целые кварталы и район насильно выселяли людей сносил редкие построены еще в 19 веке церкви и монастыри чтобы на их месте возводить дворцы в свою честь тем самым вознося себя выше бога или пытался сам стать богом для населения своей страны связи с этим среди народа о нем пошла молва как об антихристе но чаушеску было наплевать экономику окончательно добила очередная амбициозная идея чаушеску одним разом отдать все внешние долги которые он наделал и чтобы найти чем диктатор решил сэкономить на продуктах питания для обычных людей при этом сам женой он жил во дворце с 80 комнатами купались в царской роскоши мать нации елена очень обожала золотую сантехнику а гражданам в тот момент начинали выдавать еду по талонам свет и воду подавать паскудному графику полки магазинов были пустые все что можно было продать шло на экспорт для погашения внешних долгов дошло до того что среди простых людей запуганных спецслужбами начали распространяться слухи что чаушеску не просто антихрист а живое воплощение самого влада цепиша кровавого румынского правителя известного как граф дракула уже к 1989 румыния оказалась на дне экономического кризиса 16 декабря начались протесты но через пять дней чаушеску собрал митинг своих сторонников ну как обычно это полагается у диктаторов за гречку и пачку соли которая транслировалась по национальному телевидению каким же было его удивление когда в прямом эфире народ стал скандировать долой диктатора люди начали рвать плакаты и топтать ногами изображение 4 чаушеску растерянное рыло диктатора стоявшего на трибуне вошло в историю это был конец люди стали штурмовать дом правительства когда все пути отходов были отрезаны чаушеску сбежал на вертолете но приземлившись с женой попали в руки своих же военных которые уже не подчинялись ему а его верным друзьям по партии для которых диктатор уже был не авторитет а бежавший преступник вот так зачастую и бывает с диктаторами когда они хотя бы немножко дадут слабину предали его те кому он больше всего доверял это его политические друзья соратники и военные удивительный факт казнить чатуча ушеску вызвались сотни элитных офицеров и солдат десантников каждый из них мечтал всадить пулю в того кому однажды они давали присягу на верность один из них был капитан ионел буэро вот как он вспоминает тот день мы стреляли из автомата я выпустил 29 пуль тремя очередями он получил то что заслужил я и сейчас так считаешь расстреляли чтуча ушеску 25 декабря 1989 года видеозапись казни то что успел снять оператор демонстрировали по национальному телевидению во время демонстрации этих жутких кадров диктор произнес фразу антихрист был уничтожен в рождество что характерно незадолго до расстрела чаушеску поддержка его населением составляла 85 процентов что ж путин тоже начинал как либеральный политик сейчас же его культ личности вполне себе скультивирован но развязав бессмысленную кровожадную войну и вбухивая в нее все ресурсы благодаря санкциям и международной изоляции и уничтожению нефтеперерабатывающей отрасли рано или поздно россия окажется на дне экономического кризиса и вот тогда мы увидим путина возле пошарпанной стены у солдатского туалета его также придадут его политические соратники и военные и взвалят на него всю вину за происходящее и я обязательно дождусь этого дня поскольку он уже виднеется на горизонте и